Йоу Байлер, на связи Кикс Контест, Лёха Матрас, Флай Уайт. Сегодня тестируем 10-ю юбилейную модель Стефана Карри от бренда Андератно. Летс го! По размеру 10-й Карри сели идеально. Классическая язычковая система, легко надеть, с высоким подъемом проблем тоже не возникнет. И если широкая стопа, то тоже все окей, в носовой части хватает места. Я бы даже сказал, что его там слишком много, из-за этого пальцы бьют со стенки кроссовок. Но потом, когда совсем туго затянул, эта тема уже не беспокоила. Так как корпус состоит полностью из текстиля, кроссовки максимально податливают, дают полную и беспрепятственную свободу движений, это конечно круто. Но времени на привыкание к кроссовкам все же требуется. Боковые бортики первой тренировки бились о косточке при боковых нагрузках. Да даже не только при них. На первой тренировке, когда я пытался прыгнуть, получается пена продавливалась и косточки как раз упирались в бортики. А движение же резкое, поэтому получается сильный дискомфорт. Но к счастью, с каждой тренировкой этого эффекта становилось все меньше и меньше, и теперь дискомфорт совсем пропал. С вентиляцией проблем нет. Корпус отлично пропускает воздух по всему периметру, сквозь эти ромбики. За всю амортизацию в каре 10 отвечает андерарморовская пена Flow. Хорошая, отзывчивая, ничего не скажешь. Добротный слой мы имеем в пятке, пятку не пробивает. В носке сильно меньше слоя, и тут пены недостаточно для мощных приземлений. Но прекрасное чувство корта, и при том, что в них максимально раскованные движения, как раз разыгрывающие это оценят. Алексей Шилов сохраняет и забивает. Резиновая подметка вновь отсутствует. Опять мы бегаем чисто на пене. Поиграл в них на резиновом покрытии. Да, оно было пыльное, и катался я в них люто. Но вот, например, Антоха в том же зале и в то же время. Фнеки ПГ-4. Окей, паркет средней пыльности тоже. Кроссовки цепляются через раз. Такая же тема, как с ленингами, не вгрызаются. Но когда играл в этом зале, прямо перед игрой тетенька его помыла. Вот там прямо вгрызались, ни разу не проскользил, и даже протирать подошву не пришлось. Из чего делаем вывод, что эти кроссовки подходят только для идеально чистых лакированных паркетов. Хорошая дриблинг, отвергова. Шила, остановка, две ноги, два балла еще, Леша, в огне. Здорово, друзья, мистер Кейк на связи. И я снова с аналитикой цены и материалов в очередном обзоре Кикс Контас. Сегодня у нас на обзоре Кари-10. Давайте быстренько, Леха мне отдал момент с материалами, я быстренько расскажу, что здесь как. С подошвой сразу все просто. Просто монолитная пена, без какой-либо подметки, которая должна на самом деле подстереться на раз-два. Простые пластиковые вставки, ну не простые, но такие интересные шнурки. И просто вот текстильный верх, без каких-либо накладок, у триггеров и чего-либо. А бренд просто загоняет модель в какой-то бюджетный сегмент, но ставит гигантский чек. По сути рисуя дизайн исключительно, только нанося какой-то принт на вот эту текстильную часть. Но честно говоря, это такое себе решение, особенно для именных моделей таких крутых игроков. Не знаю, как там Кари сейчас будет в этом бренде, но я так понимаю, он с ними уже до гробовой доски будет. По-моему, там пожизненный контракт у него, бедолага. Вот, что касается цен, 130 баксов в США, 160 евро в Европе, а на поизоне они стоят от 800 до 1000 юаней, что примерно равно там 10 тысяч рублей с доставками, комиссиями, сервисов, ну тысяч там 12-15, как договоритесь. Обратите внимание, на поизоне разные все магазинчики, которые сейчас везут оттуда. Кто-то делает наценку приличную, как магазин, а кто-то работает как сервис доставки, то есть берет какой-то чек. Поэтому там на странице проверенных магазинов обязательно посмотрите, кто что делает. А именно эту пару нам прислали ребята, которые называются Делаем Вещи. Прикольный сервис у них, они присылают кроссовки. И у них есть, по-моему, они чуть ли не единственные, кто делает такую фишку. Они гарантируют возврат или обмен. Слушайте, друзья, учитывая, что кроссовки едут к вам из 3-9 земель, возможно, у вас не подойдет размер. Вам, ребята, все поменяют, либо вернут деньги. Так что залетайте к ним, смотрите, что у них там есть. Ну, по факту, все там есть. Пользуясь сейчас нас всех спасает невероятно. Let's go. Носовой части фиксации не хватает. Нет каких-либо дополнительных нахлестов или укреплений по бокам, из-за чего при резких остановках стопа может съезжать и вылезать за пределы кроссовка. В пяточной части хороший наклёст по периметру и сам стакан мощный, так что там все зафиксировано отлично. Торсионному скручиванию сопротивляются. Боковой аутригер отсутствует. Подошва немного расширена, но так как тут нет жесткой основы, кроссовки совершенно неустойчивые. Один раз при торможении в защите я попал в очень неприятную ситуацию, когда нога реально завалилась на бок без какого-либо дополнительного контакта. Хорошо, что галек в итоге уцелел. Лично я побегал один раз в них и больше их не одевал. Лёха там помочился, там уже в самом конце обзора вы узнаете какие оценки и примите решение покупать их или не покупать. В общем-то в линейке Стефа Кари ничего не меняется. Это кроссовки исключительно для самого Стефа, который играет в бандажах всегда, который играет на идеально чистых и хороших паркетах. Если у тебя таковые имеются, а также бандажи и доп защита голеностопа, либо просто очень крепкие галеки и ты максимально координированный разыгрывающий, тогда можешь их купить. А так, конечно, мы бы не рекомендовали. А вот что рекомендовали, так это подписаться на наш телеграм-канал. Там мы поводились конкурсы всякие делать. Вот недавно кроссы разыграли. Также у нас есть инста, в которой новости кроссовок и жизнь проекта. Ждем тебя и там. Ну а с вами были Кикс Контест, Леха Матрас, Флай Уайт. Всем мир, кушайте субышки.